Приветствую, друзья! Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова. И я нахожусь в клинической больнице. И я вам буду рассказывать все подробности операции. Мне завтра предстоит операция на нос. Буду делать пластику носа. Не потому, что он у меня некрасивый, потому что я более 20 лет пользуюсь сосудосуживающими каплями. Уже беседовала с хирургом, беседовала с анестезиологом. Мне будут удалять кисту, которая у меня образовалась. И у меня утолщенные слизистые. Мне будут делать пластику носа. Все это вычищать. Операция будет под общим наркозом. Сколько она продлится, я не знаю. Сказали купить компрессионные чулки. Я их купила. Есть отечественные чулки за 700 рублей. И есть импортные за 1300. Я купила за 1300. В общем, буду рассказывать все подробности. Вижу в палате. Температура у меня 37.1. Хотя ничего не болит. Может быть, это волнение. Вот такая у нас палата. Возле каждой кровати свет. Стол, 5 кроватей. Нас 5 человек. Холодильник, умывальник. Шкаф. Я вот тут вот сплю. Очень жестко, конечно. Друзья, операция закончилась. Все плывет глазами. Я даже не вижу. Икра. Главное, чтобы заснуть. Повезли меня полдесятого. Сколько время сейчас? 11.40. Ага. Все, про все, 2 часа. Все, друзья, операция закончилась. У меня двойное изображение. Как будто я вижу двоих. Операция шла сейчас с чем-то. И вот смотри, у меня кошек поцарапал. Все, самое страшное уже позади. У меня чуть корочка засохнет. Руки, 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 дышат, дышат. Ну, вот и прошла моя операция. Легла на операционный стол. И у меня сердце так сильно забилось. Вот стадиолок такой нормально располагает к себе. Сделали укол в вену. Я не помню, как я вырубилась. Прям вот чик, и все. Потом меня уже будят. Рубит, конечно. Нельзя первые 2 часа спать. Но попить уже можно. Так что я занялась телефоном, чтобы не вырубиться. Ну, если честно, не так страшен черт, как его молюют. Какие у меня новости? Прошло еще часа 4 или 3. Я покушала. Уже вставала в туалет. Меня водили. Вот. Немножко после еды подташнивала. Все, я поняла. У меня через рот делали дырочку и вытаскивали отсюда кисту. Потому что я языков потрогала, там такая вот дырища. Так, вот тут вот мне через рот делали дырочку. И сейчас вот этот тампончик тоже плотно прилегать. Нас у тампоны дышать. Дышу я ртом. Уже кушала. Уже вставала в туалет. Состояние более-менее. Завтра эти тампоны вытащат. Здесь буду уже дышать сама. Второй день после операции. Ночью я практически не спала. Две-три минутки и все, опять просыпаешься. Потому что во рту сохнет. И в горле сохнет. И через трубочку водичку пью. Да, еще повязку мне сняли. Сделали три перевязки вчера за день. Потому что кровила. И вот эта повязка кровила. Оказывается, у меня во рту нитки. И зубы стянуты швами. Еще ничего не объясняли. Врач только придет. Будет объяснять. Вытащили мне тампоны. Буду дышать. Нифига не дышу. Сказали, что аж недели через две буду дышать. Пока вот это вот все зарубцовываться будет. И откроются протоки. Тогда как вас будут дышать. А выпишут меня аж через десять дней. Второй день после операции. Вчера была очень сильная ломка у меня. По каплям. Потому что когда капаешь более двадцати лет, привыкаешь не только физически, но и психологически. Так как нос еще не дышит. И вторую ночь. Первую ночь я спала с тампонами. Практически не спала. Может минут двадцать за ночь. Я боялась, что и эта ночь также пройдет. Ходила к врачу. Просила. Говорю, можно хоть на ночь закапать. В общем, если закапаешь, то опять подсадишь на них. И все. И надо терпеть первую неделю точно. А дыхание, сказал, восстановится в течение двух недель, когда спадет отек. Сейчас капают капельницы гормональные. Пять капельниц раз в день. Чтобы вот эти отеки снять. Вот тут синячок небольшой. Вот тут вот, чтобы отеки спали. Мне же еще пластику носа делали. Будет когда рубцеваться. И немножко вот подтянется носовые раковины или слизистая. В общем, и будет просвет для дыхания. Но спала я сегодня около двух часов. Это уже прогресс. Капать не стала. Кстати, первый раз за много лет у меня вот крылья носа вот здесь вот. Они не сухие. И обычно я их мазала всегда там пеносолом или такие вот мази, которые убирают сухость. Сегодня я не мазала. И нос слегка подтекает. Думаю, что все восстановится. Очень это надеюсь. Ну смотри, если он папа поднимутся, то я поймала. У вас на... Сейчас парни не находит. Поэтому какой-то... Ох, не знаю, какой день после операции. Сегодня у нас тринадцатый, третий день после операции. И после осмотра врача. Лазают спицей далеко, что аж текут слезы из глаз, мажут чем-то. Потом высасывают пылесосом. И после этого легче дышать полдня. На ночь опять нос закладывает. Капать нельзя. Сплю по два, максимум по три часа в сутки. И врач сказал, что это называется послеоперационный период. И это практически у всех. То есть это надо переждать. Ну и помазали вот здесь под губой. Вот такой длинный-длинный тоннель. Это вот я гуляю туда-дым, сюда-дым, сюда-дым. Что вам еще понадобится для операции? Смотрите, когда у вас будут стоять тампоны в носу, первую ночь дышать будет невозможно. Вот я запаслась трубочкой и водичкой. И пила каждые пять минут, потому что во рту сохло. Дальше бальзам для губ. У меня вот такой невейский. Обязательно покупайте, потому что губы будут сохнуть. Облепиховое или персиковое масло. Две капельки я на язык капала, чтобы не так сохло во рту. Ну, у меня крылья носа сохли, но это уже не в первую ночь, а во вторую. Дальше туалетная бумажка, потому что будет нос подтекать. И влажные салфеточки. У меня вот такие вот Каспер. Вот так проходят губы в больнице. И стимус. Капают ноги сюда. Вот так вот не попадают ни в вену. Пять капель у нас у меня было назначено. Здесь сделали лишнюю дырочку, потому что вена убегает. Здесь уже ничего не видно. И вот, видите, три дырочки. Сюда, сюда и сюда. Прокапали мне гормоны. Пять капельниц. А с чулками, смотрите, у меня высокий подъем. И мне все передавило. У меня ноги аж синие. Синие. И еще в них спать. В общем, врач разрешил мне ванночек снять. В общем, я решила закончить это видео. Сегодня у нас седьмой день после операции. Слушайте, как дышит нос. То есть, я живу без капель уже семь дней. Мне делают процедуры. Сначала отсасывали, теперь просто смазывают. Я уже приезжаю домой и езжу в областную на процедуры. И приезжаю обратно. Меня выписывают уже послезавтра. И восстановка дыхания будет еще в течение месяца. Нитки здесь будут еще рассасываться. Месяца два. Их снимать не нужно. Вопрос, делать операцию или нет. Да, я теперь точно могу сказать. Обязательно делать. Лучше неделю потерпеть сильный дискомфорт, чем терпеть слабый дискомфорт всю жизнь. Я жалею, что я не сделала ее лет 15 назад. Страшного, ничего нет. Вот тут вот все в голове, весь страх. Делайте и не бойтесь. И здоровья вам, удачи!